шабад шалом ребята меня зовут ванесса и в это доброе утро я желаю каждому из вас радости и чтобы вы отдохнули от повседневных забот и дел хорошенько отдохните от учебы в школе и конечно же оставайтесь с нами до конца программы и вы узнаете много всего интересного но давайте перед тем как мы начнем помолимся дорогой господь мы благословяем твое святое имя и благодарим тебя за этот день и за этот прекрасный шаббат и конечно же за то что мы можем быть вместе с нашими ребятами онлайн аминь шаббат шалом ребята и с вами женя продолжим наше путешествие с маше и народом израильским израиль вышел из египта перешел черное море тогда как войско фараона погибло в море теперь израиль свободный народ и движется по пустыне впереди его ведет столб облачный направляя и оберегая его казалось бы чего еще нужно должны радоваться и веселиться но не так то легко это было народ израиля отчаянно нуждался в воде все хотели пить дети взрослые животные вокруг пустыня и нигде не видно водоемов или оазисов и вдруг они увидели источник воды все ринулись к нему вода вода какое же разочарование ждала их вода оказалась горькой народ обступил маши слушай маши если мы сейчас не попьем то мы умрем что нам делать ты что маши хочешь нашей смерти они роптали на маши а маши возвал господу что мне делать господь и бог сразу же ответил маши он показал ему особенное дерево и велел бросить его в источник вода тут же стала сладкой и весь народ утолил жажду бог дал им то в чем они нуждались дальше бог привел израильтян в елим там было очень хорошо 12 источников воды и 70 пальм под тенью пальм можно было отдохнуть и вдоволь насладиться водой когда народ отдыхал в елиме они легко доверяли богу никто не роптал и не жаловался только путь их продолжался израильтяне пришли в другую пустыню где не могли найти пищу опять начался ропот на маши и бога лучше бы нам оставаться в египте там у нас было все что ты нас сюда привел умирать что ли жаловались они на маши как быстро ребята израильтяне забыли жестокий изнуряющий труд в египте плети надзирателей рабство машева звал к господу им и милости вы терпеливый бог ответил в книге исход в 16 главе написано вечером узнаете вы что господь вывел вас из земли египетской и утром увидите славу господню ибо услышал он ропот ваш на господа а мы что такое торопщите на нас вечером будете есть мясо а поутру насытитесь хлебом и узнаете никто не оставляйся его до утра в шестой день соберете вдвое шесть дней собирайте его а седьмой день суббота не будет его в этот день о да вечером израильтяне получили столько мяса что не могли столько съесть налетели перепела и покрыли всю землю а поутру выпала роса когда сошла роса осталось нечто белое похожее на крупу что это что это спрашивали они у маши это хлеб с неба ответил маши этот небесный хлеб был сладкий вкусный как мед израильтяне назвали его ман господь обещал им дать пищу на каждый день он обещание свое исполнил 40 лет бог кормил израиль небесным хлебом а что же народ израильский перестали они роптать и не доверять богу конечно же нет ребята когда они пришли к месту под названием рифидим опять укорял народ маши не было воды и все люди и животные были мучимы жаждой маши обратился к богу что мне делать с этим народом они побьют меня камнями помоги мне боже бог ответил возьми жезл твой я стану перед тобою на скале хариве ударь по скале и пойдет вода маши так и сделал показал народу величие бога маши назвал то место масса и мирива что значит искушение и укор ребята думаю что мы с вами очень часто бываем похожи на израильтян также часто ропщим и жалуемся а значит не полностью доверяем богу давайте учиться доверять богу молиться как молился маши и всегда помнить великие чудеса божьи которые он сотворил для нас шаббат шалом ребята до следующей встречи собачал он ребята я тимофей хочу сказать вам одну очень интересную историю по такого же мальчика как и я или другой из вас звали этого мальчика давид давид со своей семьей переехали другой город потому что папа давида получил новую работу новая школа не казалась давиду очень доброжелательной в той школе где он учился раньше у давида было много друзей из этих друзей многие были верующими как давид поэтому если над ним кто-то насмехался давид не переживал потому что всегда были рядом те кто его поддерживал в этой новой школе все было по-другому классе где он учился у всех ребят были друзья давид себя чувствовал очень одиноко и жаловался папе что ему здесь не нравится что ему здесь очень плохо помните как кратал жаловался израильский народ также происходило и с давидом папа усадил давида напротив себя сказал ему сынок с какой просьбой ты хочешь обратиться к ешуа о чем с тобой помолиться давид ответил папа давай помолимся чтоб у меня в школе был настоящий друг папа ответил давиду хорошо для начала мы с тобой прочитаем книгу римлян 8 главу папа начала читать тот который сына своего не пощадил но придал его за всех нас как с ним не дарует нам и и и всего видишь сынок что здесь написано бог тебя очень любит он отдал за тебя сына своего неужели ты думаешь что он не может ответить тебе на твою просьбу давид задумался да папа может ответить просто я не всегда могу ему доверять давид и папа помолились и доверили господу эту просьбу прошло несколько недель родители давида продолжали за него молиться и вот однажды прибежал давид домой счастливый и как быстро заговорил что ничего невозможно было понять как оказалось в них в школу пришел новый мальчик и не просто в школу а в класс давида учительница давида подозвала его к себе и попросила давид это же не он как ты и знаешь новенький помоги ему пожалуйста освоиться в школе ты же знаешь как это нет просто жаня и давид подружились у них было общие интересы они слушали одну и ту же музыку оба любили футбол и самое главное женя тоже был христианином эта история ребята говорит нам о том что бог никогда не оставит ваши молитвы без внимания и если сына своего единственного отдал за нас с вами также дарует нам и всего бог сильно любит нас давайте будем доверять ему шаббат шалом ребята до скорых встреч шаббат шалом ребята и сегодня с вами я амелия и сегодня мы с вами будем делать вот такую вот манну которую евреи ели в пустыне для этого вам понадобится лист карандаш клей кисточку чтобы размазывать клеем манка или песок или гречка рис или вся остальная крупа и нам нужно нарисовать тарелку с манной у меня получилась вот такая вот манка теперь мы берем клей и жирными каплями нам намазываем на тарелку клей жалеть не нужно кисточкой все размазываем вот так вот теперь берем песок или все остальное крупу который вы будете который вы будете сыпать на тарелку и надо много песка и хорошо просыпать и все места нужно засыпать вот так вот и струшиваю какую-то емкость если у вас не получается позовите на помощь взрослых если у вас есть точно такие же вот такие белые пятна то возьмите еще клея примеру или на емкость надавить клей и пустые места нужно закрасить хорошо потому что чтоб у нас не было белых пятен на нашей картинке и еще нам нужно закрасить тоже низ там не сделаем эти пятна нужно будет закрасить низ хорошо закрашиваю вот так вот вот пустое место мы его тоже закрашиваем все пустые места нужно закрасить и посыпаем из-за линии нежелательно выходить потому что у нас будет переходить и границы и ручкой нужно так вот по всем местам хорошо проглазить чтобы она заклеилась у меня получилась вот такая вот мисочка теперь точно так же большими кусками клея надавливаем на манку или манку или манну а вы как считаете продолжаем разрисовывать клеем нашу манку докрашиваем хорошо кончики чтоб у нас не было белых пятен у нас манна была полная вкусная теперь берем манку и посыпаем можно ложкой посыпать можно посыпать рукой как вы хотите я думаю что ложкой будет удобнее вот так вот все места клея мы должны засыпать манкой все остальное можно струсить туда же или в другое свободное место вот такая вот манка у меня получилась надеюсь это вкуснее ману которую не дают взрослыми присылайте ваши поделки к нам вайпер нам будет очень приятно пока шалом дорогие друзья и мы с вами продолжаем изучение иврита давайте для начала вспомним букв которые мы уже знаем а это у нас алиф бет гимель далит хей вав заин хет тет ют у вас было домашнее задание выучить буквы как они называются и как они пишутся давайте повторим еще раз алиф бет гимель далит хей вав заин хет тет ют она даже легко читается эта строчка на дыхании и вторая строчка на дыхании давайте еще раз алиф бет гимель далит хей вав заин хет тет ют и сегодня у нас три новых буквы буква кав буква ламет и буква мем а у кав есть такая история как у буквы бет с точкой без точки вет а с точкой бет также и с этой буквой без точки хав а с точкой кав кав дальше ламет и мем и так буква кав и хав пропись и печатный вариант не отличаются печатный более острый кав кав без точки хав еще раз напишу кав мягкий еще раз напишу кав хав соответственно буква дает звук к или х это первая новая буква вторая буква ламет печатный вариант и прописной отличаются печатный прописной буква ламет и звук л мягкий и третья буква на сегодня мем печатный вариант прописной прописной такой буква мем и звук м как в слове мама переписывайте свою тетрадку давайте повторим новые буквы значит буква кав с точкой или без точки хав печатный вариант прописной практически не отличаются здесь более твердый здесь более мягкий и звук к или х вторая буква ламет печатный вариант прописной дает мягкий звук л и буква мем печатный вариант прописной похожим на английскую н и звук м а теперь мы выучим несколько новых слов с новыми буквами наконец-то мы пришли к такому важному слову как мама на иврите звучит как има и пишется достаточно просто всего две буквы алиф мем алиф читается има ну и конечно здесь нам нужно вспомнить слово папа або также используются две буквы алиф бет и алиф если мы хотим сказать мама и папа мы будем говорить има в або або пойдем дальше если вас спросят манишма и у вас дела не очень вы можете ответить каха каха то есть так себе здесь у нас опять используется всего три буквы новая буква кав в начале с точкой потом без точки да то есть здесь кав здесь хав и буква которую мы уже с вами знаем хей каха каха следующее слово мы уже его учили просто я вам его напоминаю слово тоф используем букву тет вав и вэд в конце без точки значит будет вэд и читаем как тоф и переводится хорошо если у вас хорошо на вопрос манишма вы можете ответить тоф и последний последнее слово которое обычно задают с вопросом очень любят в израиле это слово лама почему если вы вдруг на вопрос манишма ответите каха каха то вам будет задавать много вопросов в том числе лама лама почему что случилось что произошло поэтому если не хотите много говорить у вас вариант ответить на вопрос манишма тоф или беседер до новых встреч я думаю что вы дома все это повторяете учите чтобы были умными и знали иврит до новых встреч лет рот шаббат шалом дорогие друзья с вами как всегда я миль и ваша любимая викторина от сможет какой-то с моей рукой переход или там от прям камеры так чет я не понял все так просто что ли ну ладно поехали первый вопрос куда двинулся народ перейдя черном море или красное море пустыню в египет или искать воду второй вопрос что бросил маше в источник воды и вода стала сладкой ударил посохом особенное дерево или все-таки камень третий вопрос как назывался хлеб с небес мана крупа или семя и четвертый последний вопрос как называлось место где из скалы потекла вода на сионе в хариве или в мереве ну все в принципе вы тут не первый день все сами знаете где ссылки где лайки где подписки пока ребята ну что подошла к концу наша программа но чудеса божьи и милость его не прекращается на земле если вы думаете что вы не важны Богу и он не слышит ваши молитвы знайте что это неправда Бог будет являть свои чудеса в вашей жизни как являл их Израилю в пустыне Бог будет помогать вам в каждом дне вашей жизни как помогал Давиду из нашего рассказа друзья вы не оставлены Богом он очень любит каждого из вас и слышит каждую вашу молитву а теперь не пропустите очень важную информацию мы объявляем конкурс на лучшую подделку марафон стартует сегодня и будет продолжаться целых восемь недель в конкурсе участвуют фотографии ваших подделок а также видео будет два победителя один получит приз за лучшие фото подделки а второй за лучшие видео подделки ну что стартуем ребята шаббат шалом всем хорошей субботы и до следующей встречи пока 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 Продолжение следует...